так всем доброе утро сегодня у нас 10 марта начало 10 утра не попадает Миша на хортицу не попадает он на уху на туристический пляж не попадает на концерт ну что сказать куда он попадает он попадает пришел товар ушла пришла посылка на розетку сейчас мы едем покупать меховую насадку для шлифования венецианской штукатурки голова у меня поехала этим делом поэтому заказал ее куда ее вставлять тоже проблема купил же шлифовальную машинку но там я не вижу не представляю как может быть закреплена эта насадка ну что будем покупать еще одну шлифовальную машинку хорошо что нет контролирующих органов я могу делать свои определенные дела о покупке что дальше так солнышко меня закрывает или открывает вот так идем ребятки что мне еще надо сделать ну зубовую рощу можно зайти и приехать до дому часом 13 00 чтобы как-то навести порядок порядок нужен прежде всего голове конечно но и помещение всем наилучшие пожелания идем кто хочет со мной может идти я все таки достал камеру летом когда-то был такой эпизод у меня когда они выталкивали из гнезда которая там находится и этот птенец которого вытолкали чуть было на мою голову не упал ну там наверно уже идет жизнь большая может быть они убирают гнездо ну ладно мишенька ты так посмотрел но будем ждать птенцов ну что я хорошо сел автобус подошел вовремя на меня он ориентировался на улице прохладненько открыли средние двери и я так как зашел как кум королю вот так ладно все по клану все хорошо еще две-три остановки и мы ушли и так в 10 часов мишенька прибыл на анголинка сейчас посмотрим открыта ли розетка ну скорее всего что открыто доехал я благополучно проехал с дамой которая 50 года рождения и сказала что училась в 70 школе но я учился в девятый что хорошего ну поговорили приятно помнит мою первую учительницу идем дальше всем наилучшие пожелания сейчас заглянем что там мне прислали может я купил кота в мешке скорее всего короче пришел мне сказали ввести номер телефона я сталкиваюсь с цивилизацией идем дальше сейчас посмотрим получится у меня это или нет короче вот такая сумма только главное не показывать моей жене этот кадр пропускаем для ее пользования мне пришел номер 103 я поставлю на лотерею тройки 103 сегодня у меня было 2 2 2 79 а выпало 2 забыл что попало выпало ну короче был рядом ребята пришла мне такая штуковина ну я надеюсь что она подойдет к моему моей машинке и мы будем работать в помещении топят так как будто на улице минус 20 ну может даже и хорошо и вот такие шкурки купил теперь у меня будет венецианская штукатурка лучше всех на свете идем после этого в дубовую рощу очень ребята я думаю что даже эту штучку можно использовать в качестве берета на голову и все но это будет полировать шкурить держись мой хозяин держись а что ребятки мишенька заплатил теперь доволен все таки не надо будет покупать новую шлифовальную машинку и подгонять ее под этот круг этот круг я надеюсь мы еще увидим в работе всем наилучшие пожелания идем в дубовую рощу мишенька но температура там обалдеть надо когда подкручивать что теперь мимо этой картины этого мурала я не прохожу просто так я включаюсь телефон моментально вот такая птичка красавица что я хочу стать купил кисточки вы не думайте нулевого размера буду я рисовать мрамор если бы я был такой талантливым как эти девчата у меня было все красиво в том году они цвели и в этом году они цветут снега только не хватает но хозяева появились за подснежниками следят на это вы тут косили в том году пчела там уже есть ждем пчелы и так мы зашли в дубовку обычно я говорю ребятки в общем как говорит мой товарищ самый главный по ремонту я повышаю вас до коллеги и так я наверное буду обращаться к своим зрителям как коллеги и так коллеги мы в дубовке я надеюсь что уже лебедей выпустили и мы их сегодня увидим чем они тут будут питаться течение года это я не знаю будет ли у них потомство вот в чем вопрос и так ребенка ребенка этой тропинки там в начале видео я сказал такое выражение как дергайте не ребята присутствуйте я надеюсь что в этом видео мы увидим уже скворцов я предполагаю где они могут быть я знаю где у них любимый скворечник но этот скворечник уже ушел в историю вот здесь вода на мой взгляд присутствует вот так танцев не будет по моему они танцуют по субботам хоть самому станций ребята мы вот видим их пару лебедей а нет не пару ребята коллеги 1 пошел 2 пошел здесь они будут проживать встречать потомство ну что я надеюсь они сейчас зайдут на берег и мы их увидим там давай вот так ребятки мы увидели как они выходят заходят на берег но ты думаешь заходить давай крыльями помахать хорошо и ты пойдешь на берег сейчас он покажет как вам моется ну покажи покажи ну Ну, ну-ка, Миша, жопка замерзает. Получается, вода поступает сюда, вот из этой трубы. Других вариантов я не вижу. Где вы тут? Где вы тут? Вот они. Ребятки, скворечник ждет своих постояльцев, я бы так сказал. А воробьи тут, как они называются, клюют в шиповник. Ага, они поздоровались, собачки. Вот так. Идем дальше. Так, ребятки, без этого вида тоже мне никуда. Красиво он сидит. По-моему, курит трубку. Лебедей в этом отрезке мы не видим. Спросим сейчас у мужика. Может, он какую-то информацию нам даст. Будьте здоровы. Так, ребятки, что мне сказали? Мужчина сказал. Те четверо детей улетели. Все-таки природа взяла свое. Они выбрали свободу. Большую воду. Но они, я думаю, все-таки навестят своих родителей. Нам осталось надеяться на это. Так, ребятки, я ошибся. Это телефон был. А не какая трубка. Трубка. Бабушка курит трубку. К трубку курит бабушка моя. Бабушка, нет, у меня не курила. По-моему, это круто. Короче, ребята, коллеги, не только что сказали, что их дети улетели еще осенью. окрепли и улетели. Ну что, будем ждать продолжения потомства. Жизнь продолжается. Мишенька, вот ты-то и видишь, как они плавают, купаются, вернее. Вот так. Оп, головку. Маму подожди, давай, у тебя есть хлебушек? Надо мне спать. Чистюли. Пор blatant над над надпи. Унешkayо был.